Габелин В последнее время ее стали приглашать на спектакли. Возможно, потому, что известный журнал опубликовал одну за другой три ее статьи о современном театре. Те неожиданно произвели впечатление. Ей в одном из изданий раздраженно ответил знаменитый в недавнем прошлом драматург, на того накинулся в конкурирующем издании молодой клыкастый критик и пошло-поехало. В театральных кругах о статьях говорили еще недели две. И вот звонок с приглашением на спектакль в один из тех небольших театров, что носят имя создавшего их режиссера. «Приходите, пожалуйста, к восьми», — сказал администратор. «Играем во дворе. Сейчас темнеет поздно. Только зонтик прихватите. Мало ли». Она немного опоздала. Во дворе все лавки были уже заняты публикой. Ее, однако, ждало место на огороженной скамеечке, где сидели несколько известных театральных личностей. Она перездоровалась со знакомыми, села и огляделась. Лавочки нарочито дворовые, обшарпанные. Кое-кто сидел на шатких венских стульях. Все продумано. Спектакль из советских 50-х-60-х играется на задах театра в естественных декорациях московского двора. Ничего им истерить не надо. Здесь все осталось таким, каким было в те годы. Глубокая арка в проходной двор, наружная железная лестница к квартирам на втором этаже, развешанное белье под окнами, кактус на подоконнике. Разве что на одну из стен дома нарочито вывесили старый гобелен. Она достала из сумки очки, всмотрелась. Точно такой тканный гобелен с бахромой висел над ее топчаном в родительской квартире на протяжении многих-многих лет. Точно такой гобелен – семья оленей, спустившихся к водопою, мельница на ручье, далекие зовущие горы и… Стоп! Не хватало еще описывать гобелен с бахромой, который фигурирует у всех без исключения писателей. Минут через десять стало смеркаться, зажглись два фонаря под ржавыми колпаками на покосившихся столбах, вышли актеры в кепках, тельняшках и бриджах, один с гитарой в руках. Началось действие. Она никак не могла сосредоточиться. Вид гобелена, спутника ее детства и юности, вывешенного на всеобщее обозрение, мешал ей следить за актерами. Странное возникало чувство неудобства, смущения, словно вывесили на всеобщее обозрение твое исподнее. Она то отводила глаза, то наоборот, вглядывалась пристальней, словно пыталась в сумерках разглядеть на нем подробности пейзажа или сравнить детали. Вдруг вспомнился целый веер давно позабытых картинок. Бабушка кормит ее кашей прямо в постели. Новенький гобелен на стенке, вернее, вышитые на нем персонажи, присутствуют здесь весьма активно и как декорации, и как участники действа. Рот у Саши открывается, ложка в ротик направляется. А ну-ка, а ну-ка, не дадим папе оленю, не дадим маме оленихе, не дадим сыночку олененку. Нет. Вот этого перенести было невозможно. С полным ртом она вопила. Дай! Дай лененку! Бабушкина крапчатая рука с ложкой послушно упиралась в гобеленовый куст, из которого торчала голова с ушками. Затем мирно следовала в соседний, братский распяленный рот. А потом, в школьные годы, как сладко было болеть под ее гобеленом. Вся эта теплая пастораль уже с утра была противопоставлена школе, ее казенному мерзкому духу, коричневой форме, внушавшей бесконечную тоску, вечно холодному спортзалу с орудиями пыток, черным козлом, на который надо было кидаться животом и грудью, ворсистым колким канатом, на котором, уныло раскачиваясь, надо было висеть мешком, унизительными брусьями, кожаным скользким матом. Она никогда не была спортивной девочкой. Дополнительные унижения и ужас заключались в том, что весь этот позор творился в присутствии мальчика, который ей очень нравился. А он, Юра, был так легконог, легкокрыл, так полетно перемахивал через все снаряды, так азартно подскакивал, так мило и смешно торчала белеса его челка над красным потным лобом. Но вот с утра благословенная боль в горле, температура, глаза слезятся, ура, ура, ура! Солнечные снопики искрятся в смеженных ресницах, вот уже верхний правый край гобелена, где матово сияет густая красно-зеленая крона высокого дерева с узловатым стволом, где олененок, заблудившийся в кустах. Нет-нет, вот только не это. Только не пускаться в описание гобелена с ветвисторогими оленями, явившимися к водопою. Главное, можно было лежать в обнимку с книжкой или даже несколькими книжками, меняя их попеременно, ведь все знаешь наизусть, и это особенно сладко. Тогда голоса Сани из двух капитанов перекликаются с голосами Портоса и Арамиса. Какое это счастье! Читать, попивая себе горячий чай с лимоном и малиновым листом или наливая из термоса заваренный мамой шиповник, в нем тонна витаминов. А когда устанет спина, можно сесть, привалиться плечом и щекой к теплой, тканной основе гобелена, так что потом на щеке отпечатываются нежные рубчики шелковых нитей вместе веселой, залитой солнцем, мельницы. Спектакль шел уже минут 15, а она все никак не могла остыть от горячей волны нежданных воспоминаний, не могла вникнуть в действие, вслушаться в текст пьесы, высокий актер с гитарой время от времени начинал петь песни 50-х, что совсем уже не давало ей отвязаться от картинах детства. «Едут новоселы, по земле цилинной», пел актер. В детстве она часто просыпалась от кошмаров и долго не могла потом уснуть, сама с собой играя в угадайку, пытаясь в темноте нащупать и повторить пальцем рисунок на гобелине. В те годы родители уже часто ссорились, отец приходил поздно, иногда под утро. Она просыпалась и по тишине в квартире понимала, что он еще не вернулся. Она росла тревожной девочкой, придумывала разные несчастья, которые с отцом могут приключиться в темноте на улице, часами сидела на своем топчине, ждала его возвращения. Свет фонаря из-за занавески падал на гобелен, который в темноте казался таинственным и страшноватым, словно в чаще такой приветливый и уютный днем. По ночам заводилась нечистая сила. Свет луны путешествовал по гобелену за ночь и с конца в конец, и она загадывала, вот покажется мельничное колесо серебряным водопадом, и отец сразу придет домой. И не спала до тех пор, пока в двери не возникало шуршание его ключа, щелчок, легкий шорох отворяемой двери. Тогда она вздыхала с облегчением, валилась на подушку и засыпала мгновенно, легко и крепко. Он и ушел в одну из таких ночей после невыносимо долгого скандала, хлопнув дверью и даже не зайдя к дочери. Все время, пока родители орали за стеной, она сидела в темноте с колотящимся сердцем, машинально поглаживая шелковистую ткань гобелена, пытаясь совладать с собой собственным методом, чутким пальцем, в темноте угадать изгибы рисунка, где мельница, где папа-олень, где серебряная лавина с водяного колеса. Потом к ней вошла мать с залитым слезами, истерзанным лицом и крикнула «Ну что, твой божок забыл с тобой попрощаться?» так торопился к своей мадам. И хотя впоследствии отец не раз горячо объяснял ей, что не в состоянии был в ту ночь переступить порог ее комнаты, и они дружили всю жизнь до самой его восемьдесят девятом внезапной смерти в лифте от удушья, она все же помнила подробности той ночи, время от времени ей даже снились заплаканное лицо молодой матери и тусклый свет луны на витой бахроме гобелена. И однажды в девятом классе они с Юрой бегали в кино на вечерние сеансы и уже три раза целовались на заднем ряду, она попала в дом к соученице, дочери известного в городе адвоката. Выросшая в семье весьма небольшого достатка, никогда прежде она не видела такого богатства, всех этих серебряных приборов с вензелями во время будничного семейного обеда, этой старинной тяжелой мебели, этих огромных, нежного, витиеватого рисунка ковров. Тот персидский, сказала дочь адвоката, кивая на стенку столовой, а в папином кабинете висит настоящий пешаварский дедушкин, ему почти сто лет. Кой черт дернул ее за язык сказать, у нас тоже есть ковер, не такой большой. Ее подруга смешно сморщила нос и проговорила мягко, у вас не ковер, а гобелен с уточками. Вся эта мещанская пошлость была в моде лет десять назад. Она прибежала домой и в припадке возмущенного стыда принялась срывать с гвоздиков свой гобелен. «Ты что?» спросила мать за ее спиной. «Что с тобой?» «Потому что это пошлость!» «Пошлость!» запальчиво выкрикнула она. «А?» сказала мать. «Ты это где сегодня подхватила?» И, выслушав все, что задыхаясь от обиды выпалила ей дочь, проговорила спокойно «Вот это и есть пошлость!» «Все это семейство!» «Повесь гобелен на место, вымой руки и иди есть!» И она, бессильно всхлипывая, повесила гобелен, села под его раскидистой кроной и заплакала сквозь злые слезы, рассматривая до миллиметра знакомые пеньки, траву и островерхи и горы вдали. Только бы удержаться, только бы удержаться от описания гобелена, каких миллионы висели над диванами, кроватями и топчинами моих сверстников. Спектакль был обречен на успех. Публика подпевала знакомые с детства и юности песни, благосклонность ее не знала пределов. А у нас во дворе есть девчонка Адана. После школьного выпускного несколько ребят собрались у нее дома, потому что родители уехали на неделю в Узкое. Отчему выдали правкомовские путевки и невозможно было отказаться от такой удачи. Весь вечер она бацала бетлов на фону, так что соседи стучали в стену, все ржали как ненормальные, танцевали, играли в бутылочку. Юра крутил бутылку из-под шампанского так, чтобы все время целоваться с нею. Мишка Тарунь сначала изображал учителей и завуча, потом напился и блевал в туалете. Словом, всеобщее было счастье. Под утро все стали расползаться по домам, а Юра остался. Он обнял ее в коридоре обеими руками, оказавшимися при всей его спортивности, жесткими, неловкими, непослушными, она ткнулась лицом ему в шею, где выемка в воротнике белой рубахи, и стала медленно и обреченно ее расстегивать. Раздевшись, он оказался очень худым и страшно незнакомым, а она-то думала, что за все школьные годы ее влюбленности на всех этих бесчисленных уроках физкультуры вызубрило его легкое стремительное тело наизусть. Он выглядел слишком подростковым, не оформившимся и, как показалось ей, испуганным. Она же без одежды, она знала это сама, наоборот, казалась старше своих семнадцати, чем повергла его настоящую панику, самолюбиво им скрываемую. Они легли на ее топчан, он нервничал, бормотал напрасно, напрасно мы все это начали, и ничего у них не получалось. Тогда вдруг неожиданным для нее самой милосердным женским чутьем она все поняла, обняла его за шею, он жалобным шепотом повторял «Ты не обиделась? Ты правда не обиделась?» И в конце концов оба заснули под гобеленом, как дети. Утром их разбудил телефонный звонок. Это звонила мама, узнать, как прошел выпускной вечер. И пока она говорила по телефону «Все отлично, мамочка!» Отвернувшись от него, он проснулся тоже, потянулся, задвигался, и спиною, чувствуя его тело, она вдруг ощутила, что он другой, и что сейчас все получится. Потом они лежали, потрясенные друг другом, он у стенки, указательным пальцем повторяя очертания дальних гор на гобелине, и солнце золотило белесые волоски на его худой, очень юной руке. Господи, удержи мою блудливую руку, которая так и тянется описать эти корявого рисунка горы, все опутанные козьими тропами из стада овец, пасущиеся у подножия вдали. Во дворе совсем стемнело, песни шестидесятых отзвучали, пошли Ким, Висбор, Никитины, Галич. Неплохо работала эта железная наружная лестница, на верхней площадке которой строилась половина безонсцен. Когда в очередной раз и окончательно она ушла от Юрия, пришлось вернуться с дочерью к родителям, и пока не заработала на однокомнатный старый кооператив, жила в своей комнате, спала вместе с маленькой дочкой на своем топчине да у стеночки. По воскресеньям обе просыпались поздно, так что солнце уже било из-за занавески, и порядком вытертый шелк гобелена, поблескивал там и тут, дочь пальчиком повторяла очертания живности этого уютного светлого мира, задумчиво выговаривая «папа — олень, мама — олениха, дочка — олененка». Прошло еще несколько лет, гобелент прохудился в районе мельницы, мама сделала из него красивую наволочку на подушку. На наволочке уместился папа-олень с двумя утками. Подушка последовала в их квартиру, где они с дочерью благополучно прожили вдвоем десять лет. И всякое было в их жизни, в том числе изматывающий долгий, безнадежный роман с известным архитектором, так и не решившимся на окончательный уход из семьи. В те ночи, когда он оставался в их однокомнатной квартирке, девочки стелили на кухне и поздно вечером переносили ее теплую, тяжелую на раскладушку, она бормотала во сне «подуха». Это означало, что вместе с ней надо было переносить ее любимую подушку с оленем и утками. Вот что забавно. Не так давно подушка перекочевала в их новую квартиру, которую они со вторым мужем купили у метро «Сокол». Бог мой, уж не с этой ли подушкой связана та недавняя ссора со взрослой уже дочерью, когда они с мужем раньше обещанного вернулись из гостей в темную квартиру и дочь, полуодетая, прикрываясь подушкой, шмыгнула мимо них в ванную. А через стеклянную дверь ее комнаты видно было, как метались в темноте белые рукава рубашки, которую некто судорожно на себя натягивал. Потом на кухне дочь сквозь зубы выговаривала им, что если кто-то кому-то обещает явиться утром, то и надо являться как обещано, а не вламываться беспардонно в чужую личную жизнь. «Ну, как спектакль?» спросила дочь поздно вечером, вернувшись с какой-то своей тусовки. Она в ответ бормотнула что-то неопределенное, обнаруживая, что кроме нескольких случайных фраз и сто лет знакомых песен не помнит из спектакля ничего, буквально ничего. «Там, знаешь, вывесили гобелен», тихо улыбаясь, сказала она. «Что за гобелен?» «Ну, точно такой, как наш. Помнишь?» «Нет, не помню. А пожрать в этом доме дают?» «Погоди, как это не помню? У бабушки висел на стене много лет, я спала под ним чуть ли не всю жизнь, мы с тобой, потом подушку твою, любимую, с оленем». «О, господи!» дочь вздохнула, закатила глаза, пошла ставить чайник. А у нее вдруг сжалось сердце, щемящая обида подкатила горло. «Ты ничего не помнишь!» воскликнула она. «Вы не затрудняете себя помнить безразличие. Вот знамя вашего поколения». «Знамя?» дочь выркнула. «Ну, мать, ты даешь». Прихватила бутерброд с сыром и ушла к себе. «Что ты пристала к ней со своим гобеленом?» в полголоса спросил муж. «Сдержанный, умный человек. В последнее время он всегда их мирил. Это твои детство и юность. Вот и люби их на здоровье. Причем тут девочка?» Они легли с мужем поздно, долго читали молча, каждый свою книгу. Наконец, она выключила лампу и отвернулась. Ей предстояла бесконечная бессонная ночь. Он тоже выключил свою лампу, помолчал и сказал вдруг, у тетки был такой гобелен. «С мельницей?» спросила она, не поворачиваясь. «Нет, с избушкой на краю леса». «А горы?» «Горы, да, оленей было четыре». «Три». «Четыре». Сюжет, видимо, подвергался интерпретациям. Он погладил ее плечо и сказал «Спите, революционные матросы, вы заслужили право на покой». Когда, промучившись часа полтора, она, наконец, задремала, из узорчатых теней от листвы заоконного тополя выткался с залитой осенним солнцем гобеленовый рай ее проросшего как трава давно ушедшего детства. По уютнейшей в мире поляне бежал не широкий, но резвый ручей, под яркой черепичной крышей стояла мельница, в окошко которой игриво выглядывала прелестным, топорно вышитым лицом мельничиха. С большого колеса низвергалась серебряным водопадом, вытканная белым, серым и голубым обильная вода, в сторону которой, словно повернув на шум голову с ветвистыми рогами, смотрел царь-олень. Его олениха паслась неподалеку. Невысокие темно-зеленые ели укрывали олененка украдкой выглядывающего из-за веток, солнечные пятна плясали по коричневым с прозеленью стволам деревьев, траве и по грянным кустам, по выводку уточек, рассаженных там и сям под елками и цветами. Богатые оттенками листва деревьев, относимые ветром в сторону, перекатывалась от темной к светлой, вышитая бледно-зелеными, золотыми, коричневыми нитями и горы. Опутанные тропинками, прекрасные горы вдали белоснежными пиками уносились ввысь, зазывая в лазурь, в небеса, словом, в будущую упоительную, полную сумасшедших приключений и единственной верной любви, не омраченную жизнью жизнь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok